Так уж вышло, что я являюсь поклонником жанра рогалик. Роуглайк. Или роуглайк, называйте как хотите, суть от этого слабо меняется. Игры, где вам выдается всего одна жизнь и при этом есть достаточно рандомных моментов, которые заставляют перепроходить уровни снова и снова, всегда были у меня в приоритете. Но исторически сложилось, что практически каждый второй рогалик таковым не является. Зачастую игры в подобном жанре играются один, ну максимум пару раз, и забывается до лучших времен, ну или же попросту идет возврат средств. Причина тому слабая реиграбельность, из которой вытекает нехватка контента в виде предметов, монстров, боссов и скучной генерации. Казалось бы, все и так не слишком радужно, но все-таки есть куда стремиться. 3D-рогалики. Есть такое негласное правило, что рогалик, обладающий трехмерной графикой, по дефолту хорошим быть не может. Брутал, Некрополи, Зигурад, Хэви Буллиц и другие яркие представители жанра доказали это. Конечно же, не бывает правил без исключений, но в виде очередных кандидатов я себя настраиваю только на худшее. По-моему, вступление знатно затянулось. Встречайте, Стрейв. С этой игрой я познакомился около полугода назад. Один из моих друзей скинул мне трейлер, дескать, зацени какая годнота. И действительно, после просмотра ролика мне показалось, что грядет просто офигительный, ультра-динамичный шутер с олдскульным духом. Время шло, об игре немного позабыл, да и не слишком интересовался ходом разработки. Подходит долгожданная 9 мая, и мир увидел Стрейв. Первое, чего я действительно офигел, так это то, что игра обладает элементами рогалика. Несомненно, я люблю этот жанр, но я сразу же настроил себя на худшее, ведь 3D. Итак, войдя в игру, вы сразу же оцените прекрасную олдскульную графику. Безусловно, потрясающий саундтрек. Скудное разнообразие монстров, довольно стрёмненькую стрельбу, и умрёте где-нибудь на первом-втором, ну максимум третьем уровне. Рогалик в чистом виде. Начинать, конечно же, придётся с самого начала, поэтому есть возможность потестить разное оружие. На выбор, правда, всего три вундервафли. Это рельса, пулемёт и дробовик. Но не стоит кидаться на разработчиков с гневными отзывами. Оружие можно прокачивать по ходу игры. Причём несколько раз. К примеру, моя любимая рельса улучшилась около 4-х раз, и она была то пулемётом, то чёрной дырой, то чем-то вообще неописуемым. Кроме того, с монстров, да и по уровню просто разбросаны разные пушки, которые гораздо сильнее основного оружия. Однако, имеют одноразовое использование, поэтому особо пострелять с них не выйдет. Ну а что примечательно, можно носить с собой маленький арсенал таких пушек, и переключаться между ними, основываясь на ситуации. Кстати говоря, по части оружия у разработчика всё окей. Конечно же, это не Enter the Gungeon, однако звуковые пушки, плазмоганы и ракетницы определённо порадуют заядлых любителей оружия. Отчасти элемент реиграбельности накручен за счёт выбора на старте, ведь от оружия, которое вы предпочли, зависит то, как вы будете проводить ближайший час или два. Основная суть стрейфа — это геймплей, который должен доставлять удовольствие. А следить, как ваш верный друг прокачивается от этажа к этажу, ну, довольно интересно. Кстати, о геймплее. Разработчики обещали нам дико динамичный шутан, по ощущениям, в котором просто нет времени стоять на месте. В общем-то говоря, геймплей стрейф практически не отличается от того же Killing Room. Стреляй и отходи. Или, по-простому говоря, кайт. На протяжении большей части времени вам тупо придётся кайтить. Нет, разумеется, никто вас насильно не держит. Валяйте, распрыжечку и по всему левелу. Вот только тут есть парочка проблем, из-за которых делать этого никто не будет. Во-первых, это цена здоровья. Восстановить хп в стрейф крайне трудно, потому что автоматы по раздаче еды, которые направлены на исцеление главного героя, это довольно дорогая роскошь, которая порой даже за левел не встречается. Во-вторых, это агр-мобов. Чем больше уровня вы исследовали, тем больше врагов захотят надрать вам жопу. Отсюда следует, что излишние траты здоровья и бодрый темп игры приведёт только к утрате драгоценного здоровья. И, разумеется, к смерти. На самом деле, вся эта осторожность выглядит совершенно неуместно и от игры ожидаешь несколько другого. Кроме того, из этого вытекает один из жирнейших минусов, на котором строится лично моё негодование. Длительность одного забега. Чтобы дойти до финального босса, мне потребовалось потратить два часа. Рогалик — это такой жанр, который изначально подразумевает, что вам придётся умирать много и начинать с самого начала. А когда ты умираешь где-нибудь в середине или же что ещё хуже на последнем боссе, может просто-напросто пропасть интерес. Приправить это довольно однообразным геймплеем и не слишком большой порцией контента и получится плохое решение разработчика. Да, я прекрасно понимаю, что в этом есть что-то олдскульное, когда игры проходили за одним присест, были чертовски сложными и даже без сохранений. Но для современного игрока это может показаться несколько неуместным в подобной игре. Стрейф не вывозит за счёт геймплея, а значит пытаться заставить пройти игру за один забег — это крайне глупо. На этот счёт в игре есть телепортеры, которые позволяют пропускать уровни и начинать свой забег не с самого начала. Однако, чтобы открыть хоть один из них, потребуется немало усилий и, скорее всего, смертей. Бесполезное преимущество, которым половина поигравших даже воспользоваться не успеет. Для игры с элементами рогалика Стрейф довольно обширная и имеет четыре крупных локации, которые действительно отличаются между собой, как в плане великолепного дизайна, так и в плане местных обитателей. По всем локациям припрятаны различные труднодоступные секреты, в которых вы сможете найти что-то, что обязательно упростит прохождение игры. Довольно часто встречаются верстаки, на которых можно скрафтить так необходимые ресурсы излома, которые так и сыпятся с врагов. Частенько можно наткнуться на магазин, где стоит приобрести какой-то полезный артефакт, или часть вышеупомянутого телепортера. Но выделить что-то ещё будет сложно, и это добавляет некой пресности и однообразности уровням, несмотря на их различия в дизайне. Одна из основных проблем Стрейфа это то, что игра пытается подражать кличью модному жанру, и таким образом делает хуже только себе. Эта рандомная генерация совершенно неоправдана, да и непонятно, кто её вообще ждал в подобной игре. С полной уверенностью могу сказать, что Стрейф смотрелся бы гораздо лучше с максимально проработанными уровнями. Пермосмерть только отпугивает потенциальных игроков, если учесть сколько длится игровая сессия. В конечном итоге врагов оказывается не так уж и много, а на изучение их всех вполне хватит одного забега. За полное прохождение игры максимум, что вы сможете пропустить, так это другое оружие, которое выдаётся со старта. Но неужели эта цена оправдана такой тратой времени? Стрейф это не самый плохой шутер, но определенно слабый роуглайт, который не привлекает своей реиграбельностью. Игра пытается сыграть на ностальгическом факторе при помощи своей графики и отсылок. Но, как оказалось, этого недостаточно. У проекта была сильная пиар-компания, и я приобрел Стрейф только из-за одного трейлера. Однако, содержание красивой обёртки в который раз разочаровывает. Однообразный геймплей, смешанный с регаликом, привёл игру к негативным отзывам. Однако, я всё ещё не жалею, что приобрел данный продукт. Дизайн и саундтрек заставили порадоваться внутреннего эстета. Да и какое-то количество часов я провёл всё-таки с удовольствием. Это был Тиджой. Надеюсь, я справился со своей задачей. Мир вам. Субтитры подогнал «Симон»!